Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами джемпер с полосами с имитацией трикотажной вязки и плюс на молнии. Я уже заранее немножко подготовилась, открыла шаблон фигуры, это Adele Plus Size, 7,5 голов в росте с каблуком. Наши разработанные шаблоны можно скачать, если перейдете по ссылочке, у нас есть разные. Подготовила вязку, но она не закончена. Я вам буду показывать очень интересный прием, как сделать ее прозрачной, потом наложить поверх. Открыла молнию и смотрите, поскольку я ее сюда уже затащила, я открыла ее не через библиотеку, а просто затащила из файла с молниями. И открыла пуллер, тоже не через библиотеку символов затащила, а просто открытый файл. Почему? Потому что у меня эти файлы были в учебном курсе и для того, чтобы дополнительно сейчас не переусложнять, просто их открыла и затащила к себе в рабочий файл, в котором мы будем все делать. Все, у меня все готово, все подготовлено, мы можем начинать создание эскиза. Давайте я заблокирую наш с вами слой, на котором у нас все это есть. Создам новый и приближу нашу фигурку. Мне нужна только верхняя часть, соответственно, шея, руки и до бедра. Все остальное мне не нужно. Всегда приближайте, чтобы вам было комфортно работать. Не нужно пытаться угадать, где там, куда вы попали точку. Приблизьте, здесь можно приблизить очень здорово. То есть вы нарисовали общий столик, потом еще туда приблизились, что-то поделали, удалились. Это классно, это здорово, это профессионально, это возможность работать на разных уровнях. Я так делаю всегда. Я сначала смотрю общий план, потом прорабатываю детали, потом удаляюсь. Могу вообще маленький формат сделать, то есть удалить ее максимально далеко, посмотреть, как это смотрится в пятновом плане, потом опять приблизить, что-то доработать. Это нормально, это здорово. Потому что когда работают студенты творческих вузов, очень часто, знаете, кидают на пол работы, то есть раскладывают на полу и смотрят издалека. У вас здесь есть возможность ничего никуда не кидать, просто посмотреть. Берем инструмент перо, черный цвет, толщина единичка и начинаем нарисовать. У нас с вами будет джемпер со спущенным рукавом, с высоким воротником на молнии, очень актуально в этом сезоне, и с полосочками. Давайте начнем с воротника. Рисовать мы будем с вами половинку, поэтому есть возможность нарисовать все очень интересно и аккуратно. Вот такой воротничок. Сюда он у нас будет сходить. Вот смотрите, сразу есть линия груди, понятно, где это все будет у меня располагаться. Располагаться мне будет вот так. Смотрю сразу, закрывает лицо, не закрывает, если закрывает, могу немножко опустить. И, соответственно, вот эту точку тоже слишком большой наклон, тоже могу сразу поправить. Это все крайне удобно делается. Это плечико, поскольку это джемпер. Джемпер будет облегать вот прям вот-вот-вот. То есть у него от плеча будет маленькое сцепление. Никак не поймаю то, что хочу. Вот так вот. То есть он практически идет по фигуре. Только за счет толщины вязки будет немножечко это все у нас корректироваться. Так, рукавчик. Сейчас там эту линию потом откорректирую. Сюда немножечко оно вот так идет. И с небольшим напуском вот здесь к резиночке. Потом можно поправить. Нажала Shift, чтобы прямая линия была. И здесь повторяю все точки, которые есть. Замыкаю контур. Контуры лучше замыкать. И это тоже такая маленькая хитрость. Вот. Вот так. Так, вот мы с вами замкнули. И видите, сразу с таким напуском все хорошо. Соответственно, здесь у нас будет вязанный рип, резинка, эластичное переплетение. Может быть, и английское, чтобы там более широкое. Так, здесь у нас будет рукавчик. Он будет достаточно мягкий, поэтому здесь добавим небольших складочек. И немножко тяжеловато складка получилась вот это место. Здесь небольшой напуск. Тоже здесь небольшой напуск. И вот сюда. То есть, ну, такого свободного силуэта. Вот. И здесь вот в руках мы входим. Соответственно, здесь тоже у нас рип. Но он не сильно перетягивает. Он вот немножечко дает знать о себе. То есть, это не сильно затянуть. Вот немножечко он так у нас, наше с вами изделие, присобирает. Не правильно затягивает? Ну, вот немножко оно так себя ведет. Так, чуть-чуть правые точки, которые мне не очень понравились, как у нас получились. Смотрите, какая свобода на облегание. То есть, мы можем немножечко это попритавить, немножечко опустить эту линию. Это вот уже, пожалуйста, мы здесь это варьируем. Основная форма у нас с вами нарисована. А я хочу сразу нарисовать линии, которые будут у нас идти. Вот здесь будет идти линия. Соответственно, полосы можно нарисовать потом. Я просто хочу сразу нарисовать. Это мое личное желание. Вот так оно будет идти. Чаще узоры лучше рисовать уже на готовом изделии. Вот так. Здесь будет у нас идти еще одна линия. Она уже будет потоньше. Вот так. Я думаю, что мы сейчас ее сделаем чуть-чуть потолще. Чтобы она лучше сочеталась. Конечно же, потом в цвете еще дополнительно все отсмотрим. Сейчас изначально свою задумку туда вкладываю. Потом уже буду дорабатывать. И вот эта линия должна быть тоньше. Очень я ее толстенькой сделала. Что они есть здорово. Вот так. Можно было бы на готовом изделии нарезать. Но сегодня у меня желание так нарисовать. И еще одна тоненькая линия. Тоненькая. Вот так. Почему сразу рисую на черно-белом техническом эскизе? Ну, потому что это будет важная часть дизайна. Хотя можно бы и было только в цветном это добавить. Но я бы хотела здесь. Немножечко расширю ворот. И сейчас мы уже будем собирать две половинки. Будет лучше понятно, как это все смотрится. Так. Давайте все вместе мы выбираем. Теперь инструмент зеркальное отражение. Вот здесь по центру ставлю. На шаблоне есть линия центра. Оп. Собрали. Так. Окно. Обработка контуров. Теперь мы попарно выбираем объекты, которые мы хотим стелить. Сейчас чуть-чуть поправлю. Вот эти два объекта едины. Вот эти два объекта едины. Вот эти полоски тоже будут составлять одну. С шифтом выбираю. Эти две полоски это тоже одна. Эти две полоски это одна. Эту часть... Ой-ой-ой. Это я зацепила случайно. Прошу прощения. Эти части тоже я пока солью. Хотя у нас там будет по центру молния. Вот. Чтобы было сейчас вам проще воспринять, что я сделала и нарисовала. Сделаю заливку. Потому что без заливки ну прям сложновато. Откровенно говоря. Так. Вот эту часть уберу сейчас заливку, потому что она мне мешается. Вот здесь у меня будет молния. У меня вот здесь вот в кистях есть прекрасная молния. И очень толстая. Сейчас будем подбирать размер. По-моему, прекрасно. Тут же у нас был пуллер. Вон он тут вот болтается. Наверное, даже можно... Вот смотрите, удалила. И можно даже и потолще молния. Можно и такую вставить. Вот он мой великолепный пуллер. Он у меня лежит на заблокированном слое, поэтому я его не могу дернуть. Сейчас я вот так возьму его. О, он еще не сгруппирован. Ай-яй-яй. Сгруппировать. Ctrl-C, Delete. То есть я его скопировала в буфер обмена, забрала с этого слоя и сейчас вот сюда помещу, приближаю. Смотрите, как удобно, да? Под эту штуку сделаю тесьму для молнии. Не надо переживать, что она такая толстая. Все 0,25. Цвет. Цвет. Давайте сделаем белый. Шаг вглубь. Вот так. И вот так. Теперь нажимаю Ctrl-V. Отправляются мой пулер. Он немножко большеват. Мы его сейчас с вами сожмем до нужного нам размера. Великоват. Одно время были прям модно очень толстые молнии пулеры. Вот так. Вот смотрите, у меня встало. Так. И я бы хотела сделать еще RIP 2,2, который у меня будет тут везде. Что нам для этого нужно? Мы рисуем с вами палочку. К ней еще одну палочку. И с отступлением еще одну палочку. Всю эту красоту немножечко сжимаем. Вот, прекрасно будет смотреться. И вот эту всю красоту вот этой линии задаем непрозрачность. То есть без цвета контур, без цвета заливки. Тащим это все вбок. Так. Что мы будем делать? Вот эта часть. Вот эта часть. Вот эта часть. И вот эта часть. Я сейчас их выбрала. Что буду делать? Буду сдвигать вбок с копированием. Забегаю вбок. Видите, вот они появились. Не отпуская кнопку мыши. Нажимаю shift. Нажимаю alt. Отпускаю кнопку мыши. Отпускаю alt. У меня скупировались эти детальки. Выбираю тут заливку. Оп. Туда. Получился RIP. И теперь выбираю все это вместе. Возвращаю обратно. Ну, красота. Вот здесь. Надо не забыть, что там белая заливочка у нас. Так. Это там. Это там. Да, здесь можно особо и не править. Чтобы не сильно вот это все нам било в глаза. По крайней мере на техническом черно-белом эскизе, где будет описание технологии. Нужно еще посмотреть, какой способ регулярный, полурегулярный. Будут ли здесь сбавки. Убираю цвет контура. И сделаю заливочку, ну, таким светло-сереньким. Чтобы оно вроде как было, но вроде как не было. Вот здесь, видите, пропадает линия. Вообще, такие вещи, конечно, здорово поправить. А как именно? Вот эти полоски немножечко увести оттуда, чтобы они не перекрывали линию самого контура объекта. Чуть-чуть потратить на это времени. Вот так. Ну, либо сдублировать контур тоже. Ну, на мой взгляд, чуть-чуть поменит лучше. Даже дублирование контура. А вдруг вы потом заходите убрать полоски. Так убрать, и все, их нет. Потому что это дополнение на эскизе, которое... Вот в этих случаях как раз всякие вот эти приближения, они очень здорово работают. Можно еще сильнее приблизить. А иногда удобно двигать при помощи мунишки. Иногда удобно двигать при помощи кнопочек. Смотрите, как вам удобно в данный конкретный момент. Здесь нет универсального решения. Иногда проще вообще просто немножко сжать объект. Вот так. Так, здесь то же самое. Чуть-чуть корректируем. Здесь так нормально. Вот так. Смотрим, что у нас тут получилось. Вот это тоже немножко надо поджать. Это тоже поджать. Так, ну и с этой тоже можно так поступить. И вот здесь тоже... Сейчас приближу. Ну, это я уже придираю все, откровенно говоря. Ну, мне нравится, когда все смотрится красиво и аккуратно. Чтобы все-таки вот эта часть, она у нас выделялась. Это такая яркая особенность нашего эскиза. Она должна быть хорошо видна. Белых полосок там не должно быть. Надо все очень четко сделать. Потому что если вдруг будет перекрашивать красные цвета, то там ничего не лезло, никакой цвета сзади. Но при этом линия была. Вот, смотрите. Вот он, наш с вами эскизик. Вот если мы чувствуем, что нам что-то надо поправить, мы это совершенно спокойно правим. Раздергиваем в разные стороны. Правим эту точку. Ну, вот если вам это требуется, если вы понимаете, что должна быть какая-то корректировка произведена. Так, сейчас еще вот эту точку сюда подвину. Хорошо, базовый эскиз мы с вами нарисовали. Теперь давайте вернемся к нашей вот этой схеме заливки. Что я вам хотела показать. Во-первых, тут у очень многих людей возникнет проблема. Угадайте, с чем? С рапортом. Почему? Потому что, смотрите. Вот он, рапорт. Давайте я его вообще на отдельный слой сейчас вынесу, чтобы мы не цепляли наш эскиз. Пусть он там отдыхает пока. Вот он, рапорт. Вот он, рапорт. Все замечательно. Все красиво. Если мы его вот так возьмем... Ну, отрисовать, я думаю, что не возникнет проблемы. Да? Вот несколько объектов. Потом они еще и отзеркалены. Я один объект отрисовала его. Начнем мы с него делать заливку. Смотрите. Видите, они не стыкуются, да? Потому что это не рапорт данного объекта. И это надо помнить. Рапорт будет вот от этой точки до этой точки, до этой точки, до этой точки, до этой точки. Если вы вот так это все выберете, то вот в чем проблема у часто начинающих. Потому что они видят рапорт, и это только насмотренность. Вот я могла сейчас чуть-чуть промахнуться, но в целом должно быть все правильно. Смотрите. Вот чуть-чуть я промахнулась. Видите, точка. В целом он правильно рапортуется. Вот это надо помнить. Что я тут хотела сделать? Я тут хотела сделать, собственно, фон. Собственно, фон. И у нас с вами будет джемпер бежевый. Соответственно, можно его очень интересно нарисовать. Темный цвет. Лучше такой холодный сероватый оттенок. Вот. Сверху на нем бежевые светлые петельки. Бежевые петельки. Посветнее даже. Вот так. И вот эту всю красоту. Что можно сделать? Можно сюда затянуть, сделать двойной клик. И сейчас пора работать рапорт. Так, нам мешает цвет заливки. Хорошо. Это стандартная практика. Поэтому что мы делаем? Мы убираем цвет заливки. Убираем всю эту красоту. Затаскиваем ее в рапорт. Узоры. Так. И вот здесь нам с вами нужно откорректируем. Так, где моя панель корректировки-то? Сейчас. Ку-ку. Ну, нет, ни вообщем я не вижу корректировки. Вот. Так, хорошо. Теперь нам нужно с вами его сделать так называемым бесшовным. Тут немножечко надо терпения. Вот смотрите, насколько мы хотим его видеть. Ну, вроде как заливка бесшовная. Правильно? Если правильно, говорим, готово. Вот она у нас создалась. Теперь финтушана. Я уже показывала, как делать эти вещи в каком-то из видео. Но давайте повторюсь. Вот она вот так заливается. Вытаскиваю рапорт. Вот она. Смотрите, программа нам создала этот прямоугольник сама. Вот она прямоугольник. Вот она. Вот она. Ctrl-C, Ctrl-B. И заливаем его цветом фона, который нам нужен. Предлагаю все-таки это сделать серым цветом. И залить. А вот. Обязательно проверить, чтобы вот тот прямоугольник, который у нас был без цвета контура и без цвета фона, был на заднем плане. И все. Теперь вот эту красоту мы можем сюда поместить и проверить, как оно прекрасно себя ведет. Так, я бы еще что сделала. Сразу бы, чтобы потом долго не мурыжиться. Вот так. Ну, помельче. На самом деле там есть фон. Просто мы его не видим в силу того, что у нас тут серый фон. Вон он, смотрите, видите? Фон там есть. Вот эту красоту. Закинули. Так, и мне нужно создать... Ну, смотрите, прям трикотаж, плетение, трикотажное. Все хорошо. Другое цветовое сочетание. Так, давайте-ка я через дополнительные параметры. Мне так будет удобнее. Соответственно, петля-то у меня будет такая вот серенькая, а цвет-то будет там вот прям черненький. Сразу видно, как перекрашивается. Да, можно еще потемнее цвет задать. Вот, смотрите, какая вязка красивая. Вот, все, она у меня создалась. Вот, раз и два. И теперь вот эту всю красоту мы с вами на джемпер повнестим. Возможно, для джемпера будет крупновато. Хочу убрать ненужную мне тетю. Теперь выберу вот эту нужную тетю. У меня разблокированы сейчас все слои. Вот, и перетащу ее вот сюда. Выбирала я при помощи инструмента LASSO. Так, не все слои у меня разблокировались, поэтому не все выбралось. Джемпер не выбрался. Мне же нужна тетя с джемпером, правильно? Так, и тетю вместе с джемпером копирую. В чем плюс такого копирования? Я теперь могу заблокировать мою девочку. Здесь сгруппировать. Давайте подвинем все это поближе. Двойной клик, режим изоляции. И теперь полосочка у меня должна быть какой? Да, темненькой. Помните, какая красота подготовлена для этого? Вот такая. А здесь должно быть светленькая. Соответственно, так и делаем. Смотрите, рапорт будет стековаться. Но крупновато. Крупновато, откровенно крупновато. Поэтому мы все это выбираем. Переходим в масштаб. Убираем объекты. И пробуем применить такие 40%. Давай 40%. Окей. Не сработало. Неправильно выбрали? Ладно. Сейчас выберем еще раз. Может капризулить. Такое иногда бывает. Ну, я настырная. Я знаю, что я хочу. Давай. Вот. Смотрите, все пошло. Так, 30%. Ну, по-моему, вполне, да? Для крупной вязки. А, вот я забыла поставить галочку. Так. У меня было 30. Объекты и углы не надо мне масштабировать. Чтобы оно у меня все сохранилось. Окей. Так. Ну, коли же мы пошли делать с вами финтушами, то будем делать его до конца. На рукаве нужно немножечко повернуть всю эту красоту. Чтобы у нее был угол. Смотрим. Только узоры. Смотрите. Видите, как направление вязки меняется на рукаве. Вот такая красота. Но это я прям совсем переморачиваюсь. Такое тоже можно делать. А теперь здесь. Тут, говорится, под настроение и под задачу. Как бы вы хотели это сделать. Так, в другую сторону немножечко, да? Только направление вязки главное не поменять. Вот. Окей. Так, у нас с вами осталось неохваченным. Соответственно, вот это. Это мы сдвигаем. Сюда мы с вами делаем. заливку каким-то цветом. Сюда тоже. Он может совпадать, может не совпадать. Я обычно его делаю чуть-чуть. Меняю оттеночек. И вот толщину. Вот можно все-таки оставить 0,5. Все, теперь назад мы возвращаемся к нашу свою красоту. И вот у этой верхней красоты можно немножечко непрозрачность поменять. Чтобы она не так ярко била в глаза. И на такой эскиз откровенно хочется добавить теней. Соответственно, давайте немножечко мы это и сделаем. Чуть-чуть вот так вот пошалим. И сделаем пару крупных тенюшечек, которые будут нам обрисовывать всю эту красоту. У меня вот даже туда зашло. Так. Она у нас сразу почему-то вылилась. Но это ерунда. Ему нужна черная заливка. Вот смотрите, форму специально показываю. Чтобы вы увидели, что я там нарисовала такое. Почему оно так хаотично рисовалось. Да, и что там. Ну, то есть вот здесь. И немножечко по рукавам. Вот здесь вот внутри, как правило. Ну, там чуть-чуть у нас заливка получается такая. Это не будет прям формообразующим. Это будет просто вот уже такая игра теней. Сюда. Ну, и вот сюда чуть-чуть. Вот здесь, вот здесь, то есть здесь вот еще снизу. Вот так вот. Тень я рисую черным, как вы видите. А теперь самое... Можно их, конечно, через растушевку сделать. В данном случае это не нужно. Мы это все выбираем. Все вот эту красоту выбираем. И даем ей непрозрачность. То есть, ну, как бы вот эти грубые формы, которые получились, я их смягчила. Вот такая красота у нас с вами получилась. Ну, прям полная имитация вязки. Вот здесь у меня вылетели тени. Что? Ай-яй-яй. Что надо поправить. Как симметрично у меня на обеих руках получилось. Здесь можно поправлять, можно не поправлять, потому что тени же это не прям такая жесткость. Вот такую красоту мы создали. Такая красота у нас получилась. Прям полная имитация вязки. Вот, пожалуйста. С молнией, со всеми и рогами. Если вам понравились те приемы, которые я показала, понравилось, как с ними работать, обязательно ставьте лайк этому видео. Не забывайте подписаться на канал. Каждый вторник мы рисуем эскизы. Каждый раз я стараюсь вам показать какие-то новые интересные приемы, которые вы можете использовать. А на этом все. С вами была Щековская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.